Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Новые скамейки для отдыха установлены в станице Анапской. Территория детского парка – кардинальное решение многолетних проблем. Медали «Крым-2014» и «За возвращение Крыма» торжественно вручили Сергею Сергееву на общегородском планерном совещании. Удивить за 16 секунд. Спидкубер Максим Чечнев, участник «Минуты славы», удивляет своим мастерством ребят второй смены в одной из анапских здравниц. Привычное представление о том, что жителям станицы в парке ходить некогда, берутся развеять в Анапской. Здесь, в центральном парке, создаются все условия для отдыха. На днях установили 10 новых лавочек. Подробности в нашем репортаже. Парк в центре станицы Анапской не пустует даже в жаркий полдень. В тени деревьев отдыхают мама с малышами ветераны. И, глядя на работы, что кипят тут не один день, они вполне естественно мечтают. Каждый вечер приходим сюда, отдыхаем. Очень прекрасно. Лавочки вот эти вот сделали. Еще бы, знаете, вот самодеятельность какая-нибудь, какую-нибудь музычку нам, это старухам тут. Станичный глава Олег Леонидович Гончарук руководит завершением работ лично. Не так давно глава города Сергей Сергеев сделал ряд замечаний, что парк в центре станицы выглядит несовременно. Он озвучил и ряд предложений. Структуарную плитку поменять, сделать, была продавлена, автомобили подъезжали. Скамейки поменять, создать условия для жителей станицы, чтобы люди могли отдыхать, чтобы было приятно. Культурная программа. Проводились хорошие мероприятия в нашей станице. Ну и после того, как, конечно, глава комиссиона уехали все, мы эти все работы выполнили. Сегодня устанавливаем, как вы видите, новые скамейки. Урны будем устанавливать где-то через неделю. Тоже 10 новых урн. Поменяли плитку, доделывали летнюю эстраду. На заднем плане мы поставили сейчас дополнительные баннера. Реконструкцию парка Ванапска делают своими силами, и порядок здесь наводят и работники администрации. Вот Лена Зазуля сегодня была, например, ответственная за санитарное состояние. А председатель ТОС Александр Александрович Жуков активно участвовал в монтаже лавочек. Он тоже знает, что делается это все для людей, и жизнь парка вместе с архитектурными преобразованиями должна наполниться живым дыханием. Больше праздников надо проводить для людей. Через день или два раза в неделю было. Но в данный момент этого сейчас нету ничего. Лавана, что делать? Делаем, хорошо. Будем надо, чтобы разговаривать, чтобы приходили здесь. Здесь коллективы выступали, или духовой оркестр какой-то, или еще что-то. Но это должно быть, здесь музыка должна звучать. Сейчас парк с новым плиточным покрытием, прекрасной сценой и лавочками – живая открытая сценическая площадка для реализации множества местных талантов. Мы очень хотим, чтобы он жил, чтобы здесь проводились мероприятия. У нас Дом культуры большой, много коллективов танцевальных и хоровых, и прочих. Танцевальных, любых. Ну и хочется, чтобы тут люди видели, не только в Доме культуры, редко проводится в Доме культуры, даже когда ремонт сделали, там один концерт в год отчетный, больше никто ничего не знает. А здесь можно каждую неделю, в выходные дни, просто оркестр, один, два, три, люди начнут ходить сюда, люди будут сидеть. Далее можно проводить мероприятия, конкурсы, что угодно. То есть и молодежь будет сюда тянуться. Продолжая выпуск. Глава города Сергей Сергеев выразил благодарность сотрудникам ГИБДД за эффективную работу в станице Анапской. И на общегородском планерном совещании Сергею Сергееву вручили медаль от Кубанского казачьего общества «Крым-2014» и медаль Министерства обороны за возвращение Крыма. О чем еще шла речь на планерке, расскажем прямо сейчас. Планерное совещание начали с поздравления и награждения. За оказанную поддержку Анапскому районному казачьему обществу при выполнении обязанностей в Крыму Сергею Сергееву вручили медаль «Крым-2014». Благодарность за помощь казачеству выразил атаман Таманского отдела, Кубанского казачьего войска, казачий полковник Иван Безуглый. Документарь носили наши деды и прадеды, которые воевали сотни лет назад с Крым. Она копия той медали. Я с удовольствием вручаю вам, Сергей Павлович. Спасибо большое. И, кроме того, Сергей Павлович награжден медалью министра обороны Российской Федерации за возвращение Крыма. Спасибо большое. На сегодняшний день мы еще раз показываем, что мы миролюбивая, мирная страна. Хочу также поблагодарить, пользуясь случаем, всех сотрудников администрации и частного бизнеса, в том числе, которые оказывали помощь, когда мы кинули клич, до сотрудников Атаманского казачьего войска. Я также знаю, что Анапское районное казачье общество было представлено самым большой численностью. У нас не было отказников. И самое главное, нам доверяли самые ответственные участники. О работе сотрудников полиции за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин. Задержаны подозреваемые по делу об ограблении банка «Народный кредит». Преступники попытались скрыться в Астрахани. Часть денег у грабителей оперативники изъяли. Продолжились проверки торговых точек, реализующих алкоголь. В итоге проверок сотрудниками изъято более 3000 литров алкогольной продукции без лицензий. В Управлении торговли и потребительского рынка сформирован список продуктов в качестве гуманитарной помощи беженцам из Украины. Оказать помощь могут все желающие. Пункт приема гуманитарной помощи работает в средней школе номер 2. Об этом на планерном совещании напомнил заместитель мэра Анапы Олег Костенко. Первый вице-мэр Светлана Ировая акцентировала внимание на задачах, которые стоят перед управлением муниципального контроля. Вчера муниципальным контролем два объекта было демонтировано, объекта ровного общественного питания. Но я понимаю, что это буквально для нашей территории капля в море, так скажем, была репетиция. Мы соблюли полностью установленные и прописанные нормы, рассмотрелись на комиссиях, публиковали в СМИ. И, Кирилл Александрович, продолжаем эту работу, наращиваем темпы нашего внимания, заслуживающих от этих объектов более чем. И ваше предложение для рассмотрения на комиссии. В первую очередь, проанализируйте обращения к жалобному населению. Результаты работы с обращениями, поступающими на телефон горячей линии, по задолженности по зарплате озвучила заместитель главы Яна Дуплякина. 71 сообщение поступило на линию. Более 3 миллионов рублей долгов погашено. В списке должников работодателей в основном представители малого бизнеса и торговли. Как было обещано на прошлой планерке, анапчане стали лауреатами конкурса частушек в этнографическом комплексе «Атамань». Выступили достойно. Сергей Сергеев, побывав на фестивале, лично подчеркнул, равных анапчанам не было. Я прошел, посмотрел. Везде без слез не глянешь. За исключением нас. Самый мощный коллектив. Хочу выразить благодарность и Марине Борисовне за все. И присутствующим за поддержку. И Слава Александровича. Молодцы. Я думал, что больница туда переехала. Молодцы. Так и надо. Друг за другом, и надо переживать. Благодарность прозвучала и в адрес сотрудников ГИБДД за эффективную работу и организацию транспортного потока на проблемном перекрестке в станице Анапской. На стадионе «Спартак» устранили ряд замечаний, высказанных Сергеем Сергеевым во время обхода спортивного объекта. О том, что сделано сегодня и какие работы планируют выполнить в ближайшее время в нашем сюжете. Сегодня на спортивном объекте выполнены первые работы. Вдоль трибун уложено новое асфальтовое покрытие, вывешены баннеры в работе обновления беговых дорожек. Как выполняются поручения, глава Анапы проконтролировал накануне. Сегодня же на планерном совещании дал понять – половинчатых решений он не приемлет. Ситуация со спортивным объектом остается на личном контроле. Критика Сергея Сергеева по поводу внешнего вида стадиона и прилегающей к нему территории прозвучала неделю назад. Глава Анапы, побывав на объекте, убедился – его поручения не выполнены. Резкие замечания Сергея Сергеева привели в чувство собственников и заставили их взяться за наведение порядка. Сделаны повешенные баннеры, отремонтированы прыжковые ямы. И эта яма из той стороны для тройного прыжка. Вот это, что было замечание по вратарской площадке, это будем делать, закрывать дерном после проведения последнего матча, который состоится 2 августа в субботу. Вот после этого идет перерыв до 30 августа, и чтобы дерн прижился, схватился, будем подсевать, будем удобрять. В общем, весь агрокомплекс мероприятий будем проводить на поле. До идеального еще далеко. Проблемы «Спартака» возникли не за один день. Год за годом стадион терял достойный вид и свое истинное предназначение. Больше всего вопросов вызывает территория вокруг «Спартака». Сегодня она напоминает скорее отстойник для автомобилей с сомнительными номерами и парк перекошенных и проржавивших аттракционов. Широкое поле для деятельности контролирующих ведомств. На общегородском планерном совещании глава города вернулся к этой теме и подчеркнул, до следующего футбольного матча, который состоится 2 августа, есть еще время. Для того, чтобы исправить сначала мелкие недочеты, а потом и приступить к решению требующих времени проблем. И к другим темам. Уникальный педагог-организатор работает в одной из анапских детских здравниц. Спидкубер Максим Чечнев собирает кубик за 16 секунд. Умеет собрать все стороны с закрытыми глазами и под водой. Анастасия Никитина встретилась с обладателем редкого таланта. Началась история гениального спидкубера в трамвае. Максим увидел кубик-рубик у незнакомца. Игрушка заинтересовала. Зашел в магазин и купил. Первый кубик собирал две недели. Теперь Максим Чечнев собирает все стороны за 16 секунд. Традиционная игрушка многих детей кардинально изменила жизнь Максима. Не было бы сейчас того, что есть. То есть я бы сейчас не работал с детьми. Я бы не нашел бы работу себе нормальную. Я бы не ездил, не выступал бы по всему миру. Я бы не познакомился с девушкой, если бы не кубик. Потому что, ну, когда кубик в руках, вообще с людьми очень просто знакомиться. Они сами подходят и лишних слов даже говорить не надо. Общение инструктора по логике с детьми – это особенный мир. Понимают друг друга с полуслова. Максим разработал свою методику обучения. Девять этапов дети проходят, играя. Педагог объясняет все не классическими терминами, а рассказывает истории. В этом уникальность методики. Я говорю, теперь вы не видите кубик. Вместо кубика вы видите трехэтажное здание. На крыше трехэтажного здания находится красная вертолетная площадка. Наклонять мы его не имеем права здания. Иначе вертолет упадет в здание, разрушится, жители погибнут. Дети не отходят от инструктора ни на шаг, не отпускают ни на минуту. Задают миллион вопросов. Максим Чечнев – любимый педагог. Его занятия никто не пропускает. Максим умеет сам и учить детей, как собирать кубик закрытыми глазами. Раскрывает все секреты. Он постоянно с детьми, его даже отвлечь невозможно. Он на ужин даже всегда опаздывает. А то иногда и забывает пойти на завтрак. Его дети не дают. Они его оккупируют. И он облепленный ходит и даже кушать забывает. Юных спидкуперов видно сразу. В руках каждого кубик-рубик. Каждый новый освоенный уровень – долгожданная победа. И еще один шаг к мечте. Мне очень понравилось. Меня начало тянуть к нему. Я не могу теперь выпустить из рук. Дети, которые никогда не занимались кубиком-рубиком, начинают легко разгадывать головоломки. Своих учеников Максим Чечнев награждает специальными браслетами. Увидел в первой смене, как все собирают кубики. И мне тоже захотелось всякие вот, например, вот такую головоломку собирать. Там остальные головоломки. Но хотелось, чтобы браслет получить. Браслет – отличительный знак тех, кто собирает кубик-рубик. Разноцветная игрушка – не просто увлекательная головоломка. Отличный тренажер логики, памяти, сообразительности и мышления. Максим очень веселый. С ним никогда не бывает скучно. Что не понимаешь, он тебе все расскажет. Я хочу в школе своей сделать кружок по кубику-рубик. Я буду учить своих одноклассников и соседов из других классов. Максим Чечнев – кумир для детей. Пока они стремятся повторить и превзойти умения мастера, сам Максим продолжает совершенствовать свои способности. Собирает кубик под водой с закрытыми глазами. И это лишь малая часть его таланта. Картина из кубиков – еще одно увлечение Максима. В планах – участие в мировых конкурсах. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов. Тайны Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 30 июля в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 27-29, ночью 24 градуса тепла. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова